Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Чувствую подавленность, будто и вправду на душу давит что-то, хотя всё вроде как и хорошо. Чувствую, что я не живу, а существую каждый день. Всё равно на то, что я учусь, практикую свои навыки, нарабатываю всё каждый день. И вот даже сейчас, когда я это пишу, это я пойду заниматься тем, что сделает моё завтра лучше. Но я не чувствую, это давление меня переполняет, и я думаю, для чего всё это. И да, когда мне скучно или когда я не хочу спать, а дела всё сделаны, я хочу пройти тесты. Депрессия, характер, да и банально какой ты тортик. И в один раз я набрала 49 из 100 баллов. Меня напрягло то, что моя первая мысль была о том, почему так мало, хотя сам П заключался как раз таки, если у меня депрессия или подобное состояние. Это была необъемная мысль, но мне страшно от неё, я хочу от неё убежать. Убегать от мысли всегда веселее, чем думают о них. Но вот я решилась и написала это. На сегодняшний час, минуты и секунды меня волнует именно это чувство подавленности. Из-за того, что я часто хожу грудь не в лице, а внутри, заранее спасибо всем, тем, кто ответит. Аноним, дело здесь в том, как мне кажется, что... Чтобы вам ответить, нужно... Нужен вопрос. Ну, вот, чтобы было на всё отвечать, да? Нужен вопрос. А вопрос, к сожалению, нет. Ну, с вашей стороны. То есть, есть просто... В этом смысле... Некое... Ну, некое такое... Так скажем... Некое описание... Ситуации. Но... Вопроса... Самого... Как такового... Его нет. И, соответственно, не совсем понятно, на что отвечать... Здесь. А, грубо говоря, наши какие-то мысли... По этому поводу... Наши какие-то... Догадки... По... Поводу... Вашей... Ситуации... Я, честно говоря... Не рассматриваю... В качестве... Какого-то ответа. Да? Смотрите. Значит, в первую очередь, вы говорите про давление. И про то, что вроде все хорошо, но... Чувствуете, что не живете, а... Но... Существуете. А... Когда появляется подобное... Вот... Чувство. Да? В какой момент появляется подобное чувство? Подобное чувство появляется тогда, когда человек находится в отрыве от своих эмоций. В отрыве от своих желаний. В отрыве от своих потребностей. Вот. Как правило, именно тогда возникает... Вот это... Неприятное такое ощущение. Эээ... То есть... Эээ... Вы в определенный момент, видимо... Эээ... Эээ... Несколько... Отказались... От... Эээ... От того, чтобы... Эээ... Ну... Как бы... Себя... Слышать. Вы отказались от того, чтобы к себе прислушиваться. Вы от всего этого отказались. Вопрос только в том, почему, для чего. Вот что интересно. Я не знаю, жили ли вы так всегда или живете только в последнее время. Мне сложно сейчас предполагать. Но я полагаю, что давит на вас именно некоторое такое чувство ответственности, что ли, чувство долга. И долг это в целом не что-то плохое. Но когда его становится много, когда он начинает доминировать, когда он начинает давлеть, когда он, грубо говоря, занимает всё психологическое пространство человека. В этом ничего хорошего, как вы, сами понимаете, нет. И то, что в целом вы сейчас описываете, можно интерпретировать именно как такую проблему. Следующий момент, вы говорите о том, что, вот, значит, пойду заниматься тем, что сделает моё завтра лучше. Здесь про что? Здесь про то, что вы бежите от настоящего. То есть, вероятно, вы живете только в будущем. И, вероятно, целей у вас, вот, именно таких, ну, серьёзных, важных целей, у вас, вероятно, нет. А если есть, то они, вот, ну, не сказать, чтобы, знаете, ну, такие, такие яркие, да, не сказать, чтобы они такие, вот, понятные для вас, как бы, в этом смысле. И это второй аспект, на который, как мне кажется, вам нужно обратить своё внимание, а именно аспект того, чего вы вообще хотите. Частично вы проливаете свет на этот вопрос, когда говорите про то, что, проходя ПЭС и пройдя его меньше, ба, то есть, вот. А, ну, как бы, когда у вас его немного набралось количество баллов, вы себя чувствуете, вот, точно, ну, не очень хорошо. Вот. То есть, это связано с требованиями к себе. Поэтому на это я хотел бы также обратить ваше внимание.